В 2 часа ночи я открыла глаза от шума дождя. Смотрите, все мокрое. Такой сильный дождь был. Это что-то. Не только я, Николька тоже. Николька тоже. Она реагировала на шум дождя. Да, мы с ней обе слушали ночью. Вы знаете, открыла глаза, а потом толком и заснуть не смогла. Но как бы долго потом опять засыпала. Всю ночь. А ну-ка, сейчас я выйду на балкон. Николька, я тебя не могу выпустить на балкон, потому что там совсем мокро. Ты там себе не найдешь. Сейчас я проконтролирую процесс. Если ее есть куда выпустить, я выпущу. Ну-ка, что у нас тут? После ветра ситуация. О-о-о, грязи сколько. Мне аж все мокрое. Смотрите, под соснами даже все мокрое. Ой, сколько у меня грязи. Вот у нас эти. Лужи, лужи. Там у соседей белье осталось под дождем ночи. Ой, как мне нравится, когда вот так на концах иголок с осень. Смотрите, капельки воды. Как это красиво смотрится. Камера, по-моему, не передает. Вот я не знаю, как. Нет, это в камеру так не видно. Жаль. А так красиво смотрится. Ой, всем доброе утро. Доброе бакинское утро. Я проснулась в 6. Но сейчас провалялась вот 45 минут в постели. Но сейчас только решила встать. В общем, немножко будет утренней зарядки. Запоздала, ну ладно. Привет. Здоровались? Нет. Мы поздороваемся. Всем привет, всем доброе утро. А я, моя сумка, выгуливаем новую ветровку. И идем в бассейн купаться. Платье. Приходится обходить лужи. Ну, все бы хорошо. Ну, некоторые водители забывают, что ходят пешеходы. И здесь местами образовываются достаточно большие лужи. Ну, как бы они забывают снизить скорость. И фонтан на все стороны. Не, конечно, весело. Ну, если бы ты шла по дороге домой. Ну, когда ты пока до пункта назначения веселого мало. Так что мне приходится еще и заострять свое внимание на таких моментах тоже. Ну, это только позволяет, скажем так, тренировать бдительность. Все отлично, правильно? У всего есть свои плюсы. Поехали дальше. Здесь пройти тяжело. Потому что, ой, тут такие плиты скользкие, елы-палы. Я еле хожу. Вот это да. Здесь шлепнуться можно только так. Но я обожаю такую погоду. Я вам передать не могу. Когда вот после сильного дождя природа вся умыта. И еще как последок идет такой мелкий моросящий дождик. Нет ветра. Обалдеть. Вот она еще так маслится. Это рыбий жир. Рыбий жир. Шкварчит. То есть ни грамма добавленного масла нет. Это все рыбий жир. Ну, потому что там темга, она же жирная. Вот эти вот места, они очень жирные. Весь жир туда уходит. Вот, запеченная семга. Я просто ее посыпала пряной солью. Никак не мариновала, не выдерживала. Помазала солью, отправила в духовку. Вот, пока она у меня там запекалась, я себе нарезала такую луговую тарелочку. Нет, тарелочку для парнокопытных рогатых. Морковку натерла с помощью. Даже не натерла, а нарезала с помощью чистилки овощной. Огощной. Огурчики здесь у меня. Паприка желтая, паприка красная. Айсберг. Ай, просто, просто обалдеть. У меня сейчас такая вкуснотища. И такой полезный, на самом деле, обед хороший у меня будет. Прям я довольна, да. И еще, конечно, у меня будет наршарап. Я его заведомо достала из холодильника, потому что в холодильнике он густеет. Вот он уже, видите, конденсат появился. В холодильнике густеет, поэтому заранее достаю, чтобы он немножко прогрелся. И с ним было легче работать. Ну, половиночку я съем сейчас, а половиночку либо на ужин, либо завтра на обед. Скорее всего, на завтрашний обед. Потому что сегодня вечером, возможно, что я встречусь с дочерью и с внучкой. Поэтому на вечер, наверное, будут другие планы. Все. Мне приятного аппетита. И всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит нам большое удовольствие. Что такое? Так. Потому что дома не успеваешь. Вроде как все рассчитываешь, бегаешь там. Нет. Вроде все рассчитываешь и думаешь, что успеешь. А потом нет. А потом начинается беготня. Оказывается, ты не успеваешь. Так. Дождик накрапывает. Ветер есть. Я сейчас еду за дочерью. Потом мы едем за внучкой. А потом мы едем гулять. Пока мы точно не определились, куда едем гулять. Но есть желание съездить в конный центр. Если успеем на лошадок, посмотрим. Если не успеем, значит, просто попьем кофе. А я все никак, знаете, не соберусь это. Скажите? Не соберусь корни красить еще в какой-нибудь рыжий цвет. Смотрю на себя и смешно. Да, выгуливаю кофточку. Вот эту вот. Она мне очень нравится. Ну, это штапельная. Штапель. Такой приятный, приятный. Очень приятная кофточка. Так что я одеваю ее первый раз. Выгуливаю. Вот. Пусть на меня лошади посмотрят хотя бы. Ну, вот лошади посмотрят. Пусть на меня. Ладно. Я так это шучу. Грею машину. Надо как-то время, понимаете, ускорить. Вот с вами общаюсь. Вот. Так что. Поехали. В общем, вы с нами куда-то попадете. Я пока не знаю, куда мы попадем. Но вы, наверное, с нами точно куда-то попадете. А здесь шла в балму, не пускала. Мы отсюда въезжали как. Почему? Она падает, а? Не знаю. Держи, да, ее рукой. Когда она там по этому идет, тоже рукой ее ровно держи. Так тяжело. А больно мне? Ты паникуешь. Нет, просто смотри, мне они крыло артой. А можно я туда схожу? Когда? Сейчас посмотрим. Еще один шлагбаум. Его не было, этого шлагбаума. Ну, что вы везде здесь? В общем, мы в основном приехали за лошадок. Понимаешь? У тебя очень модная курточка. Можно я посмотрю, какая? Она вообще супер-пупер модная. Камуля, какая классная. Где вы такое отхватили? Такая моднючая ты. А ну-ка, моднявая, посмотри на меня. Какая ты моднявая, я не могу. Я не моднявая. А какая ты, моднявая как раз таки. Я модная. А, ты модная, ты не моднявая. Ты такая на стиле. Давай, пошли, давай руку, пошли. Пошли. Опять я хотела сказать. Никося, пошли. Дядя, давай, пошли. Догоняем маму, давай. Мам, догоняй. Приехали, уже лампочки вон зажгли. Как клево. Так прохладненько, однако. Курточку одела. Хорошо, что взяла с собой куртку. Прохладно на самом деле. Свежо. А здесь тем более свежо. Ближе к морю. Сейчас я покажу, какой красивый. Нет. Небо. И там тоже. Гляньте, как красиво. Эти краски природы. Это что-то. Это я не могу. Это так клево. О, здесь они поставили столы. Видать, летом здесь тоже сидели. Кому-ли, ты видела здесь, они сделали беседку? Ее в прошлый раз не было. Площадки не было. Площадки не было, да, детской. Вот это именно. Здесь не было этого всего. Да, клево. А мы что, сначала лошадей посмотрим? Да, просто посмотрим, что здесь есть. Мамочка, здесь в кофейне не было. Это кофейня была, да. Нет, в кофейне была. В кофейне было солнце. Мы в кофейне сидели. Столиков не было. Вот этих пергол не было. Смотри, беседок перед кофейней не было. Ты к лошадкам? Не могу на нее вид. О, тихо. Айдочка, давай так, чтобы мама была в курсе, что мы сюда пришли, ладно? Там вон всадник привел лошадку, да. Ой, сразу как они. Сразу как они это. Ну, кушать хотите? У нас нету ничего. Так они кушают. Дитя, ты что переживаешь? Смотри, кушают, они кушают. Можно ее погладить? Красавчик. Ты можешь ее погладить, попробовать, чтобы я погладила? Давай. Давай я погладю. Давай. Мама тебя сейчас поднимет. Мамочка, поднимет. Я хочу ее погладить. Не, не у кого лошадки, не надо так туда-сюда. Ты не кричи в глазах. Подожди сначала, не поглади. Мамочка, я хочу на ней погладить. Приветик. Посадочка, приветик, моя любимая. Мама, я хочу погладить. А, дидя, смотри, иди сюда, дидя. Ай, да. А, дидя, посмотри, как тут много. Они белые тоже какие. Ай, какие клевые. Ай, я хочу. Осторожно. Смотри, если будет рядом их мама, она может это, цепануть. Ой, какие сладкие. Такие беленькие. Ай, какие. Ай. Ай, какие. Ой, какие сладкие. А, ты самый нежный. И ты такой нежный. Какие они клевые. Ой, эти будем. Осторожно, осторожно. За живот не надо, тем более. Они очень маленькие, хрупкие. Эля, мне их все равно. Маленькие. Маленькие. Маленькие сами ко мне приставят. Балом, хорошо. Гладишь, гладь, сделай так, чтобы оператор не поднимать. А кто мяуклит? Ты? Ну, что случилось? Что случилось? Что? Мяуклит. Хочешь к ней? Нет? Нет. Девчонки там зависли на лошадях. А я думаю, пройдусь. Пока-пока, друг. Мы часто с вами встречаемся. По территории пройдусь. Я смотрю, у них тут изменения. Хочу так посмотреть, какие изменения тут. Вот этот круг. Раньше здесь можно было останавливаться, а парковку теперь сделали там. Вон шлагбаум поставили. Ну, с одной стороны, хорошо. Да, вот они много посадочных мест сделали. Наверное, летом здесь был у них аншлаг, скорее всего. Раз такая необходимость. А тут еще вот эти вот перголы поставили. Тоже видите? Перголы или перголы. А нет, это просто как беседки с такими матерчатыми навесами, судя по всему. Да, и столы, стулья. А, еще и там. Ну, ничего себе они расширились, оказывается. Нормально. Вот шатры здесь поставили. Я не знаю только в качестве чего эти шатры. Здесь, я смотрю, вон склад у них подушек каких-то, сидушек. А оно, наверное, как склад сейчас, скорее всего. Вот видите, здесь можно было посидеть. Кресло. Вот видите, как сделали. И посидеть можно. И почти полежать можно. И детям здесь можно покачаться тоже. А небо затягивается тучами такое. Смурное такое небо. Нависающее. Фонарики так хорошо горят. Дорожка. Симпатично смотрится. Здесь сделали. Да, ну тут, тут, наверное, что-то будет. Ну, это этот, ну, загон, наверное, для лошадей, скорее всего. Наверное, они и там их выгуливают. Травку пожевают. Вот. А здесь так прям по-деревенски, смотрите, дорога такая идет. Грязистая. Прям как в моем детстве. В станице Новорождественская. Это оливка, да? Дерево оливковое. В центре. Как хорошо они сделали клумбу. А в центре дерево. Смотрится вообще замечательно. А, и туда дорожка. И там. Ну, они прям совсем расширились. Интересно. Надо же. Розочки. Вот так красиво смотрится вот эта дорога с фонариками, со столбами. А вон там на лошади бегают. Когда я в прошлый раз снимала здесь, Дидя тоже каталась на лошади. В ТикТок тоже я выложила такой коротенький ролик. Вон, видите? Вот. Скакуны. Мои мысли. Мои скакуны. Здесь таблички нету по газонам не ходить. Мне так, честно говоря, хочется пробежаться тут, да? Ну, что нас не убьет. Правда, здесь такой столб. Давайте. Никто не видел. А здесь вот как будто вот тачанка пробежалась. Проехалась. Вот. Здесь еще что-то будет, скорее всего. Вот у них. Туда дорожка, видите? Везде они что-то делают. Смотрите, там вот впереди. Вон там, видите, вот что-то они тоже делают. И вот здесь что-то похожее. Но это будет либо комбо, либо еще что-то. А может, водоем какой. А может, комбо. Ну, по крайней мере, продолжают. Вот тут такая травка у них, видите, впереди. Поляночка такая. С газончиками. И там. Ну-ка, интересно мне стало. Ой, тут как. Они такой, знаете, забрали такой вот участок, смотрите. И он такой весь зеленый. Огородили его вот такими красивыми костиками. Ой, это это? А, это же розмарин. Ух ты, как он у них классно растет. Слушайте, представляете, какие здесь ароматы. Вот так вот по периметру розмарин. Интересно. И здесь такая полянка. А для чего они выделили такую полянку? И дальше они застраиваются, и застраиваются. Смотрите, у них большая территория. Да, в общем, здесь что-то будет. Может быть, даже на следующий год что-то будет еще и поинтересней. Надо вообще зафиксировать, что летом нужно сюда тоже приехать. А то вот мы были, когда... Когда мы были? Надо вообще посмотреть, когда у меня этот ролик был, в какое время. И здесь тоже что-то, видите. Все, я вернусь обратно. Надо посмотреть ролик, каким месяцем у меня был. Но я тоже помню, что мы были... Ну, то есть, это было не тепло. Мы были не то в накидках, не то в куртках. Что-то такое в куртках, по-моему. Да, правильно. Я по Диде помню, она была в куртке. И получается так, что в летнее время мы сюда не приезжали. Только потому, что понимали, что здесь же открытое место, да. Видите, как таковой тени нету, деревьев нету. Чтобы прям вот можно было спрятаться в тени. И поэтому в голову мысли такие не лезли. Ну, наподобие того, что сюда надо приехать. Ну, а теперь будем знать. Слушайте, поднялся ветерок. Стало так уже прохладно. Я хочу кофейку. Мы вообще сюда приехали кофе попить. Здесь, откровенно говоря, может быть, даже десертнем. Сейчас посмотрим. Вот это такое место. Это когда... Вот когда плохо, да? Приехать, обняться с ошадьми. И все. Не, ну, мы приехали, слава богу, не потому что плохо, а просто захотелось. Честно говоря, я дочери сказала, давай так, я сегодня еще кофе не пила. Вот. Ну, я сегодня поздно завтракала из-за бассейна. Когда у меня в бассейн, я, получается, поздно завтракаю. И получается так, что поздно обедала. Вот. И сейчас, может быть, в качестве ужина, что не есть хорошо, но будет кофе и какой-нибудь десерт. А может, я еще что-нибудь там себе посматриваю. Все, они вроде как вышли. Поэтому. Вот я что хочу сказать. Вот. Тяжело на душе. Кошки скребутся. Я не знаю, червяки и всякие тараканы поедают мозги. Приехали сюда, обнялись с лошадьми, погладили, просто погуляли по территории. Пошли. И вот точно так же еще есть этот, как назову, этот Умар от Челых Меркязи. Тоже конный центр. Куда я? Вот так сидишь под открытым небом. Тут дерево. Где-то там в небе пролетает самолет. Впускаешь в себя эту энергию, энергию неба, энергию ветра, энергию воздуха. Кайфушь. Если хочешь позитивных мыслей, надо приходить только в такие места, где так спокойно, томно, тихо, размеренно, где никто тебя не торопит, где... мы надышались воздухом и затем пришли в ресторан, вот это ресторан-кафе, чтобы, как в принципе и планировали, попить кофе и поесть десерты. Ну, Дидя нас развлекала, она рисовала персонажи фильма Гарри Поттер, мы должны были угадывать эти персонажи. В общем, ребенок развлекался и притягивал нас к своему развлечению. Так вот мы коротали время. Когда нам принесли меню, мы его изучили и с дочерью так переглянулись, у нас была одинаковая реакция. Мы просто поняли, что по сравнению с предыдущим разом, а мы были здесь весной, я потом по роликам посмотрела, цены выросли в два раза. То есть, и вообще они отличаются в два раза, а цены даже в городе. Элементарно на кебабы, например, конкретно, если что-то в городе стоит 7 монат, здесь 14 монат, если что-то стоит 8 монат, здесь 16 монат. Я так удивилась и подумала, как хорошо, что мы решили здесь выпить только кофе. Но, увы, нам вкус кофе тоже не понравился. Дочка заказала капучино, я заказала латте, мы заказали два десерта, это был чизкейк, по-моему, клубничный и Наполеон. Во-первых, десерты были дорогие, кофе, оно так, отличалось на полтора-два моната. Но вот, что касается десертов, цена на них была заломлена сильно, и они были совершенно не свежие и не вкусные. В общем, мы поняли, что мы сюда, если и приедем, то только просто погулять по территории и посмотреть на лошадей, и все, сидеть здесь смысла нет. Но судя по тому, как много появилось посадочных мест, я так поняла, что это, ну, как бы это заведение стало пользоваться успехом, но с такими ценами, вы знаете, ну, точно, например, я со своим средним достатком сюда приезжать часто не смогу, не захочу даже, потому что я считаю, что это, ну, не стоит того. Во-первых, место, в которое ты можешь приехать, если и летом, то только к вечеру, когда уже солнце совершенно садится, потому что там нет теневых мест. Ну, а в такое холодное время только ради того, чтобы посидеть в кафе, где цены очень высокие, тоже не вижу смысла. Но это не значит, что мы как-то обломались, расстроились. Нет, конечно, но просто приняли во внимание то, что нам здесь уже делать нечего. Субтитры подогнал «Симон»